Золотой, золотой грамопат В темноте можно видеть, что хотеть Что невидимо при свете и не встретиться нигде В темноте можно падать и лететь Не боясь прикосновения об наш умил души тех Но когда поднимается солнце Над внезапно претекнувшим миром Когда смысла в молчании нет, наступает рассвет Доброе утро, мои родные люди Доброе утро всем тем, кого вы любите Доброе утро и день пусть добрый будет Дыши свободно и проживи в любви этот день Никогда не уйду и не отдам Все проходит в этом мире Только это навсегда Не отдам Пусть не гаснет никогда Над твоей головой Над твоей головой Доброе утро всем тем, кого вы любите Доброе утро и день пусть добрый будет Дыши свободно и проживи в любви этот день Доброе утро, мои родные люди Доброе утро всем тем, кого вы любите Доброе утро и день пусть добрый будет Дыши свободно и проживи в любви этот день Доброе утро и день пусть добрый будет Добрый вечер, золотой граммофон! Доброе утро, золотой граммофон! Доброе утро, Кремль! Великолепная Вера Брежнева открыла девятнадцатую церемонию музыкальной премии «Золотой граммофон». И на сцене Кремлевского дворца опять мы с вами, Иван. Да, Дмитрий, а мы не надоедаем друг другу с вами. Дмитрий, нам друг с другом интересно. Давайте Вере Брежневой будем вручать золотой граммофон. Давайте, для этого мы приглашаем на сцену вице-президента компании «Росгострах» Олега Тронева. И женщину, которая больше всех в этой стране рассказала фразу «Доброе утро» Лариса Вербицкая, пожалуйста. Добрый вечер, Кремль! Добрый вечер, золотой граммофон! И, конечно же, сказать, что для меня сегодня большая честь открывать это мероприятие. И хочу поблагодарить всех вас за теплый прием. И, конечно же, хочу поблагодарить «Русское радио» за возможность быть услышанной, за возможность быть увиденной здесь и, конечно же, за эту прекрасную статуэтку. Спасибо большое всем, кто голосовал за песню, кто ее слушал и, конечно же, кто ее любит. Блистательная Вера Брежнева, чудесная песня, абсолютно достойный выбор. И я искренне желаю всем, кто сегодня с золотым граммофоном, чтобы у каждого из вас утром был человек, который скажет вам «Доброе утро, любовь моя!» Кому-то, да? И красота, и деньги. Да. У вас только красота, Ваня. Да. Но у вас ни того, ни другого. Ладно, давайте так. Надя, обычно, Дмитрий, все стоят. Ну, когда они начнут уже пикироваться? Когда это начнется? Давайте с самого начала, давайте. Вот у нас третий год мы подряд ведем с вами церемонию. У нас, можно сказать, кожаная свадьба с вами. Хотя, глядя на вас, другое не может быть. Но зато люди сразу видят, кто жених, а кто такая пухлая, небритая. Давайте дальше. А что вы слово «невеста» пропустили? Значит, мы с вами уже обратите внимание, как супруги начинаем каким-то образом друг с другом, понимаете, пикироваться, собачиться. Вот давайте, как вы думаете, чему может быть посвящена песня, у которой название «Малыш»? Ну, «Малыш», если отбросить такие... Из нас двоих вам сподручнее отвечать на этот вопрос. Поэтому я и отвечаю, да. Да, пожалуйста. «Малыш», если отбросить привычные ассоциации, ассоциируется с чем-то маленьким, милым, трогательным. Например? С рублем. Да что вы. Да. Могу сказать одно. Если Дима Билан будет продолжать петь песни с такими названиями, сложнее ему будет получить народного артиста. Встречайте, Дима Билан! «Малыш Билан!» Невероятно плотный творческий график выдался в уходящем году у Димы Билана. Съемки в художественном фильме. Грандиозное сольное шоу. А также выпуск альбома авторской музыки. Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе. Не надо, укрою, кого-то рядом будет. Поверь мне, серьезней, чем мы с тобою. Сложно, не верю. Зачем мне все это? Слышишь, что мечты нам ни к чему, Это только ты. Предопишут дети, что любовь будет вновь, я знаю, Улетая в небо под ногами, Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, Люблю тебя, ты слышишь, И не кому-то знать, А будь со мной сейчас. Больше, чем вид, Куда нам теперь иначе будет. Согреешь неловко его руками. Слезы, неважно, так лучше тебе, наверно, Хочешь рассветы, летай же. Наш рассвет тебе не нужен. Кто сказал, что я лучший? Пусть летят, ты не враг, Я знаю, улетая в небо под ногами, Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, Люблю тебя, ты слышишь, И не кому-то нас Побудь со мной сейчас. Ты слышишь? Ты слышишь? Улетая в небо под ногами, Удержи руками все, что было с нами. Ты уснешь, малыш, Люблю тебя, ты слышишь, И не кому-то нас Побудь со мной сейчас. Ты слышишь? Ты уснешь, малыш, Люблю тебя, ты слышишь, И не кому-то нас И не кому-то нас Ты слышишь? Ты, Дима, заберите цветы, И по традиции Кое-что из продуктов. Что-то всегда неожиданно. С тех пор, как ввели санкции Против зарубежных продуктов, Сейчас зрители стали дарить Не только цветы, Но и что-то из колбасных изделий. И араба-артисты Теперь вынуждены выступать На фоне собственной кардиограммы. Да, абсолютно верно. Друзья, золотой граммофон За песню «Малыш» Диме Билану Вручает девушка, Которая в этом году Удивительным образом Защитила честь нашей страны На Олимпийских играх в Сочи. Первая в истории нашей страны Олимпийская чемпионка В женском фигурном катании Аделина Сотникова. Добрый вечер всем. Во-первых, мне очень приятно Стоять здесь. Это моя первая церемония, Которую я награждаю. И я помню, как я каталась Под вашу песню. Это было очень эмоционально. Потому что это было вживую. Вы пели, а я каталась. Хочу вручить вам ваш приз. Какая-то такая легкая напряженность У ребят. Дима волнуется, вручат не вручат. Все волнуются, конечно. Я сама безумно волнуюсь. Аделина, ну не волнуйтесь. Ну что же, вы выиграли Золотую Олимпийскую медаль. Что тут волноваться? Отдайте ему цветы и все, и уходите. Какой хамбан. Как и сделаю. Это же первая церемония. Аделина, стойте сколько хотите. Спасибо огромное, что это были именно вы. Мне очень приятно. Спасибо вам за ваше творчество, за вашу песню. Ура! Не прервим этот диалог. Не прервим этот диалог. Не прервим этот диалог. Ура! Ура, русское радио! Ура! А теперь уже идите оба, да. Скажите, пожалуйста, а вы уже успели полюбить за вот эти последние несколько месяцев Оренбургский хамон, брянскую моцареллу, конечно, Саратовская прошутта, мытищинский лосось. Вы знаете, мытищинский лосось? Это моя любимая. Долгопрудный лосось. Так называют Виктора Рыбина. Вы знаете, я могу вам сказать, что уже стал как-то сначала был какой-то легкий страх, а сейчас начал привыкать. И хорошо, и не боюсь, и страх прошел. А вот наша исполнительница Валерия боится, можете представить? Боится наших продуктов. Представляете? Так, что же она делает для этого? Я знаю, что она делает. Она же даже с Иосифом Пригожиным. Они специально организовали в Лондоне концерт, чтобы нормально поесть. Ну, можете представить, внезапно на концерт Валерия пришла Линдси Лохан и все сожрала. Да, кстати, у Валерии появилась песня «Мы боимся любить». Вот важный момент. Мне кажется, что судя по названию, Валерия начала подавать нам, всем простым людям, какие-то знаки. Именно. Мне кажется, что у них с Иосифом не все в порядке. Дмитрий, несмотря на то, что 53-й год давно прошел, мы все по-прежнему немножечко еще боимся Иосифа. Ну, давайте, объявляйте, что там. А чего там? Валерия, мы боимся любить. Певица Валерия к своему юбилею устроила грандиозный сольный концерт, участие в котором принял ее сын Арсений Шульгин. Многообещающий пианист весьма уверенно идет по музыкальным стопам своей мамы. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, ритм сердца забыв, через разлукой прошить, память ленью накрыв, трудно попережить. Слаще радость веселья, лучше все позабыть. Но почему же мы, мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, ищем путь по прямой, душу крови облить, доступ к кода слепой, звук любви одолжить, чтобы с ума не сойти, лучше все позабыть. Но почему же мы, мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. У-у-уika. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука Но почему же мы боимся любить? И для вручения золотого граммофона на сцену приглашается человек, который ничего в отличие от Валерии не боится, потому что знает, что ему за это ничего не будет. Управляющий партнер адвокатского бюро Владислав Мусияка, партнер бюро Алексей Семенов. И прекрасный фотохудожник Екатерина Рождественская. Я так рада, что это моя подруга, я ее очень люблю. И мне всегда хотелось ей что-то подарить. Наконец-то ей дарю золотой граммофон. Катя, какая ты щедрая. Если бы она не пела, она заслуживает все, что можно. Потому что она замечательная мать, наверное, очень хорошая жена и потрясающий человек. Поэтому, вот, Лер, это тебе, не только от меня, но, наверное, от тебя. Ой, какой он в этом году красивый, какой-то особенный. Спасибо большое, спасибо, друзья мои. Спасибо всем, кто голосовал за эту замечательную песню, которую написал Дмитрий Дубинский и Михаил Гуцериф. Я вас искренне благодарю вообще за все, за ваше участие, за ваше сердце и за песни, которые у меня есть в репертуаре. Спасибо большое! Дмитрий, вы не задумывались никогда... Я вообще редко это делаю, но продолжайте. Тем не менее, когда Николай Басков получает цветы, а он их получает всегда в промышленных количествах, куда он их таскает? Может быть, он пчела? Может, он их опыляет? Думал, скажу честно, думал, но сейчас волнует одно, чтобы он не оголил свое маленькое жало. Да, ну а что, были прецеденты какие-то? Да, судя по глазам, певица Натали бывала и не раз. А давайте не будем привлекать внимание Николая, а то он нас с вами опылит. Давайте, стой, негромко, объявите, пожалуйста, Ванечка. Давайте, на сцене Николай Басков и Натали с песней, которая названа в честь ребят. Николай. Ради церемонии «Золотой граммофон» Натали кардинально изменила имидж, став жгучей брюнеткой. Николай Басков, напротив, остался верен своему царственному образу. На этот яркий номер режиссера церемонии вдохновила пародийная комедия о шпионах Остин Пауэрс. Я подаю на развод. Давай, подавай. Я разрываю контракт. Давай, разрывай. Мы не подходим друг другу. Мы разные люди. И больше никогда Вместе не будем. Я подаю на развод. Не подавай. Я разрываю контракт. Не разрывай. Я проживу без тебя. Не проживешь. Я улечу далеко. Из пары сам все поймешь. Как же можно, так безбожно, Неосторожно убивать любовь. Николай, 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 Не смогу разлюбить твой лари-ла-лай. Николай, Николай, Коля, Просто свой для души. Ла-ла-ли-ла-ла. Николай, 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 Не смогу разлюбить твой лари-ла-лай. Николай, Николай, Коля, Просто свой для души. Ла-ла-ли-ла-лай. Ну где же мой телефон? С балкона выбросила. Там все контакты мои. Я ненавижу их. Да что с твоей головой? Я так хочу быть с тобой. На месте быть не судьба. Я ухожу от тебя. Ну где же мой телефон? Там отвращаю в бой. Там все контакты мои. Я падаю на развод. Да что с твоей головой? Хотела быть с тобой. Я не смогу без тебя. Нам вместе быть не судьба. Как же можно, так безбожно, Неосторожно убивать любовь? Николай, 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 Не смогу разлюбить твой лари-ла-лай. Николай, Николай, Коля, Просто свой для души. Ла-ла-ли-ла-лай. Николай, 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 Я не смогу разлюбить твой лари-ла-лай. Николай, Николай, Коля, Просто свой для души. Ла-ла-ли-ла-лай. И пускай запоют небо и земля, Хорошо на свете жить, Коля. Николай, 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 Коля, Просто свой для души. Ла-ла-ли-ла-ла. Николай, 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 Не смогу разлюбить твой лари-ла-лай. Николай, Николай, Коля, Просто свой для души. Ла-ла-ли-ла-ла. Для вручения золотого граммофона на сцену приглашается человек, который мечтал, как и все мы, чтобы родители назвали его Николай. Но мечта его не сбылась. Генеральный директор французской парфюмерно-косметической компании «Клоранс» Эдгар Шабанов. И коммерческий директор «Клоранс» Татьяна Круглова. Дорогие Натали и Николай, мы хотели поздравить вас с этой прекрасной песней и подарить кремы и скрабы от французской парфюмерно-косметической компании «Клоранс». Благодарю вас за эту прекрасную зажигательную песню. И я уверен, что с золотым граммофоном, который вы заслужили благодаря любви миллионов, жизнь станет еще прекраснее. Спасибо. Спасибо. В наше время и пакет-подарок. Держи. Собственно, это пакет и есть, Коля. «Золотой граммофон» — это главная национальная премия. «Русское радио» — это там, где тебя услышат в любой части земного шара, потому что для «Русского радио» нет границ. И я бы хотел сказать огромное спасибо всем работникам «Русского радио», а также Сергею Витальевичу Кожевникову за поддержку. Мы любим «Русское радио». Все будет хорошо! В этом году нашему фонду эстрадного музыкального был нанесен, давайте вспомним, серьезнейший удар. Не пустили в Юрмалу российских исполнителей. И самое время задуматься, не ввести ли ответные санкции. Но есть вопрос. Какие артисты у нас заменят нам эту иностранщину? А зачем заменять? Я думаю, что мы справимся своими силами. Примеры. Зачем кого-то вести? Пожалуйста, Мадонну может заменить, например, Надежда Бабкина. У нее все мужчины настолько же моложе, да? Да, согласен. Айра Смит, Михаил Боярский и группа «Сильвер». У ребят и возраст, и райдер уже полностью совпадают. Да. Элтона Джона может заменить Григорий Лепс. Да что вы! Они очки покупают в одном магазине. Хотя Грише не понравится это, да? Нет, мне кажется, нет. Не понравится. Вот кому будет тяжело найти замену в России, так это Стингу. Это да. Стинг. Хотя, вы знаете, Вань, взять, например, хор турецкого. Ну? Можно из десяти человек слепить одного Стинга. Побрить их, да, действительно, можно будет сделать, да. А вот кого заменит Стас Пьеха, интересно? Здесь просто беда. Со Стасом другая совершенно ситуация. Как бы Стас сам куда не уехал? Ну, Стас никуда не уедет, ведь об этом Стас и поет. Я с тобой. Стас Пьеха! Откуда вы все это знаете, Вань? Я фанат Стаса. Хотя Стас Пьеха вышел из музыкальной семьи, в арсенале певца диплом испанской школы парикмахеров, что позволяет ему самостоятельно работать над собственным стилем. Пусть в сердце моем Ты будешь всегда. Я помню о том, Каким был серым мир без Тебя. Я живу только Тобой, Я учусь верить и ждать. Ты моей стала звездой, Одной Тебе хочу я сказать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать, И выше неба к солнцу взлетать, Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя, Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Ночь в темном окне, Меж нами моря, Что видишь во сне, Когда на небе звезды горят, Час когда мне нелегко, Вспомню я голос родной. Пусть сейчас ты далеко, Тебе хочу сказать я одной, Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать, И выше неба к солнцу взлетать, Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя, Твоя улыбка не для меня, Но я тебя, любимая, буду ждать, буду ждать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать, И выше неба к солнцу взлетать, Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя, Твоя улыбка не для меня, Но я тебя, любимая, буду ждать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать, Мечтать и выше неба в солнце взлетать Твои ладони к сердцу прижать Я с тобой, но ветер знает, ты не моя Ты не моя, улыбка не для меня, но я Тебя, любви моя, буду ждать Эй! Ремоль! Эй! Эй! Тебя буду ждать Стас Пеха Стас Пеха Давайте обрадуем многих в зале Мы приглашаем на эту сцену руководителя управления и взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Сидеть! Это его уже слова, он еще не вышел, подожди Следственного комитета Российской Федерации Владимира Ивановича Маркина Золотая грамота Добрый вечер, Кремль Добрый вечер, Стас, Иван, Дмитрий А вы, ребят, с прошлого года так не уходили, что ли, я не понял? Одно ваше слово, мы и следующий год здесь постоим Хорошо Дива, лучше смеяться Ну действительно Я хохочу, Вань Владимир Иванович, добрый вечер А если серьезно, то говоря о песне, которую исполнил сейчас Стас Конечно, любовь — это вечная тема для исполнителей, авторов Я надеюсь, что ровно через год на этой сцене Стас получит свой очередной граммофон Владимир Иванович, я хочу сказать, что поскольку вы об этом говорите, мы можем вручить прямо сейчас этот золотой граммофон Стас, пожалуйста Я уверен в том, что все получится теперь уже Конечно Да, и уверен, что вы все-таки и в следующем году будете в таком составе Я ничего подписывать не буду И не надо, уже все за вас подписано, Дмитрий Спасибо Русскому радио за то, что нас действительно можно слышать не только в России, но во всем мире И Русское радио — лучшее радио в мире Вот так Владимир Иванович, спасибо вам большое Спасибо большое Спасибо Все будет хорошо И то, что Владимир Иванович говорит вам каждый, кто сидит в этом зале, до скорых встреч Золотой граммофон, граммофон Ну что ж, дорогие друзья, у нас хорошая новость для тех, кто... А таких много здесь, кто пришел послушать Аниту Цой Это большинство Ну какая же новость? Через пару минут Анита появится на этой сцене с песней «Береги меня» «Береги меня», как будто бы Анита просит нас всех, чтобы ее внесли в красную книгу российского шоу-бизнеса «Береги меня» Либо, может быть, нашла дома заначку в евро Вот, и эти купюры вдохновили ее на песню «Береги нас, Анита, не сдавай в этот злой обменник, мы еще вырастим» Дмитрий, а ведь мы с вами похожи на бивалютную корзину Что вы говорите? Посмотрите, я евро, молодой, элегантный, понимаете, вы, доллар, вы немножко поменьше, вы дерзкий, вы из-под лобби все время смотрите Зато гораздо популярнее, чем евро Да Последний год-два Ну ладно, едем дальше Нет, ну вы можете ехать, конечно Да давайте смотрите уже в сценарий, да погнали Ваши слова, давайте я вам пододвину, вам не видно с такого расстояния, прошу вас Ты что, малыш, а? Белены объелся А вот эту фразу вы не хотите сказать? А рубль кто? Вот, браво, Дмитрий Нагиев Так ты мог сразу сказать? А рубль кто? А рубль это Анита Цой Рубль это Анита Цой Почему? Потому что она такой же неунывающий, веселый и перспективный человек Так с одним хитреньким прищуром, да? Таким Итак, поет Анита Цой Береги меня Номер Аниты Цой, представленный на церемонии, поражает публику удивительными акробатическими трюками Без сомнения, певица помог опыт, приобретенный в телешоу «Ледниковый период», где ее дуэт с фигуристом Алексеем Тихоновым был признан лучшей парой проекта Я твоя Вся и без остатка До последней капли До последнего Выдоха Я твоя Именем и телом И отдам я смело Душу за тебя Для тебя Только ты береги Береги меня Береги меня Берегами мою реку Охраняй меня Ведь тебя дороже нету Укрывай меня От чужого сердца града Талисманами Оберегами Береги меня Берегами мою реку Охраняй меня Облаками мое небо Укрывай меня От чужого сердца града Талисманами, амуретами. Я твоя, вся и без сомнения, Ты моё спасенье, ты вся жизнь моя. Ты это я, я твоя, и больше мне не надо, Чем быть просто рядом, отдавать себя, Всю тебя, только ты береги, береги меня. Береги меня, берегами мою реку, Охраняй меня, облаками моё небо, Укрывай меня, от чужого сердца Грады талисманами, а берегами. Береги меня, берегами мою реку, Охраняй меня, ведь тебя дороже нету, Укрывай меня, от чужого сердца Грады талисманами, амуретами. Береги меня. Береги меня, берегами мою реку, Охраняй меня, ведь тебя дороже нету, Укрывай меня, от дырного глаза Ветра талисманами, а берегами. Береги меня. Береги меня. Анита Цой и шоу-балет «Золотые лосины». Анита, вот это от всего нашего кремлёвского дворца. Прошу вас. Само по себе получение золотого граммофона очень престижно, но если его вручает сам Иосиф Кобзон, то ценность приза увеличивается в разы. Иосиф Давыдович Кобзон. Я приветствую всех присутствующих в зале. Сегодня действительно смотр, смотр лучших сил по определению золотого граммофона. Я рад, что мне доверили честь вручить премию моей младшей сестрёнке. моей талантливой Аните. И я восхищаюсь ею, этой удивительной артисткой, которая проявляет себя во всех ипостасях. На льду, на арене цирка, на кремлёвской сцене. Везде она прекрасна, потому что она любит жизнь, она любит творчество. Она великолепная жена, она великолепная мать, она великолепная сестра и великолепная подруга. Я хочу поздравить Аниту с этой высокой премией золотой граммофон. Ты этого достойна, с чем я тебя и поздравляю. Большая честь получать золотой граммофон из рук нашего мэтра, нашего любимого Иосифа Давыдовича. Наш золотой граммофон позволяет всем артистам стремиться, добиваться и стараться радовать своего зрителя каждый день, каждый час. Я вот подумал, что если бы с нами был третий ведущий, Сергей Светлаков, это была бы самая сильная концентрация сотовой связи в стране. Я вас уверяю, Иванечка, что мы в Кремле, здесь и так самая высокая концентрация сотовой связи. Хорошо, а если... Здесь могут дозвониться даже на выключенной. Да, а если... Дмитрий, а если вот третьим был бы Денис Клявер? О, тогда вообще все перестанет ловить. Он глушит голосом все вокруг. Когда рядом с тобой Денис Клявер, тебе вообще нечего ловить. Странный сон Денис Клявер. В юности Денис Клявер получил серьезное музыкальное образование, окончив Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Мусоргского по классу трубы. Навыки, приобретенные там, помогли Денису в армии. Он попал в военный оркестр. Сегодня, помимо музыки, певец увлекается активными видами спорта. Я ночью видел странный сон, я был любовью ослеплен. Я видел там поля из роз и сотни звезд. Я видел там хрустальный сад, где золотом блестит фасад, где время ходит только вспять и сутки спят. Там день и ночь моя рука целует твою руку. Любовь не может час одна, а люди друг без друга там не уходят никогда и смотрят нежным взглядом. Там вместе двое, ты и я. Мы вечно будем рядом Будем рядом Я видел дождь и лунный свет Там тень рисует свой портрет Любовь бежит по облакам Ночь коротка Весна не спит, цветет мускат Любовь берет ночь на прокат Там нет пустых и острых слов Всегда любовь Там день и ночь моя рука А где же ваши руки? Любовь не может час одна А люди друг без друга Там не уходят никогда И смотрят нежным взглядом Там вместе двое, ты и я Мы вечно будем рядом Кремль Кремль Там день и ночь моя рука Целует твою руку Любовь не может час одна А люди друг без друга Будем рядом Дамы и господа Дамы и господа На этой сцене появится главный врач нашей страны Ее величество здоровья Елена Васильевна Малышева Вы знаете, когда говоришь Раздевайся до пояса Какому-нибудь обычному человеку Ты, в общем, хорошего не ждешь Но есть люди, которым приятно сказать эту фразу Леночка, вы на меня почему смотрите, я не понимаю Потому что вы один из них Вы один из них Дмитрий, разденьтесь Сделайте то, что вы хотите сделать всю церемонию Осталось только выяснить сверху-снизу Я бы готов Для вас по выбору Вы должны показать то, чем вы гордитесь особенно Леночка, мне столько лет, что там уже особо трясти-то нечем Но я сегодня не один Вы имеете в виду, вы избежание отрыва? Сними что-нибудь Елена Васильевна, прошу вас Хочу сказать честно, с огромным уважением Отношусь к людям, которые красиво выглядят А Денис такой человек Но может быть еще важнее то, что он вырос в необычной семье Мне повезло, я лично знаю маму Дениса А так как у меня сыновья, как и у мамы Дениса У нее прекрасный сын Я хочу порадоваться за нее За то, что вырос такой хороший парень За то, что у него все в жизни получается И конечно Денису хочу пожелать удачи и здоровья Больше ничего Остального, мне кажется, он добьется сам Я вас поздравляю Друзья, первый случай, когда золотой граммофон вручается за красоту Позвольте, я от себя хочу поблагодарить Конечно, в первую очередь, дорогое и любимое Русское радио За такую фантастическую возможность оказаться на этой сцене еще раз Восьмой раз, так получается, что шесть раз вместе с Чай вдвоем Второй раз уже сольно Спасибо огромное всем поклонникам и слушателям Русского радио За то, что вы мне дали сегодня эту прекрасную волшебную возможность Спасибо! Спасибо, забирайте рецепт Вот интересно мне спросить у вас, Дмитрий, как вы думаете, кому или чему Жасмин в своей песне говорит «нет, не надо»? Нет, не надо? Да Может быть, выйти замуж за Марата Башарова? Нет, не надо Может быть, поехать отдыхать в Сирию? Нет, не надо Восглавить сборную России по футболу? Да нет, не надо Может быть, спеть на церемонии Золотой Верафон? Ну, вряд ли, она же уже здесь Да, да, да Так объявите На сцене Жасмин Нет, не надо? Нет Нет, не надо Не надо Жасмин не всегда мечтала о карьере певицы Она получила медицинское образование Затем пробовала себя в качестве модели Однако ее призванием все же стала музыка На сегодняшний день Жасмин выпустила 9 сольных альбомов А также стала обладательницей 8 золотых граммофонов Разговоры о том Кто кому безразличен Я не более чем Просто увлечение его Постоянство мое Его не постоянство И мы против течения плывем Мне бы только раз понять Ощутить, что я ему нужна Но нет Но нет, 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 нет Но нет и не надо Мне не надо И нету смысла Хватит отжигаться об искры Пламени нет Нет, не надо Мне не важен ход его мыслей Я руку протяну и так близко Он кажется мне Но мне не надо Нет Но мне не надо Нет Забывая о том Что уже это было Я бросаю себя Только бы в объятия его И улыбка его Моя слабость И только Ведь за нею И нету ничего Мне бы только раз понять Ощутить, что я ему нужна Но нет Но нет, 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 нет Но нет и не надо Мне не надо И нету смысла Хватит отжигаться об искры Пламени нет Нет, не надо Мне не важен ход его мыслей Я руку протяну и так близко Он кажется мне Но мне не надо Нет, 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 нет Мне не надо И нету смысла Хватит отжигаться об искры Пламени нет Нет, 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 нет Генеральный директор одной из крупнейших авиакомпаний России Ольга Плешакова. Прошу вас. Добрый вечер, дамы и господа. Я с большой радостью поздравляю Жасмин с заслуженной наградой, чудесная песня. Я желаю, чтобы следующий золотой граммофон Жасмин получила за песню, посвященную либо авиации, либо снятую на борту воздушного судна. Еще раз поздравляю. Я хочу, конечно же, огромное сказать спасибо Русскому радио и, конечно же, моим поклонникам и слушателям. Это огромное признание. Вы самые настоящие наши судьи, и мне это очень приятно. Сегодня большой праздник у нас у артистов. Спасибо за эту прекрасную премию. Спасибо большое. Вы знаете, друзья, и вы знаете, Дмитрий, все-таки в этом году в нашей стране произошло большое количество, прежде всего, спортивных событий. И все это в прекрасном, роскошном городе Сочи. Смотрите, первая наша в истории зимняя Олимпиада, которую наша сборная с блеском выиграла. Первые гонки Формулы-1, в которой поучаствовал Даниил Квят, между прочим. Ну, так, поучаствовал, да? Ну, тем не менее, поучаствовал. А сколько хороших популярных артистов дал нам этот город? Григорий Лепс, Стас Михайлов, прекрасная певица Яна Рудковская. Одна из самых известных. Да. Рыжий из Иванушек. Просто их там каждая собака знает. Ну, Рыжего-то уж точно, да. Ну, что ж, Сочи в этом году стал спортивной столицей. Да чего там Россия и мира просто. Кстати, Дмитрий, а вы тоже мне чем-то напоминаете Олимпиаду в Сочи? И это понятно? Красотой? Нет, Дмитрий, если на вас смотреть сверху, вы напоминаете нераскрывшееся кольцо. Поверьте мне. Вам сверху виднее. Да, мне сверху видно все. Ты так и знай. Да, Ваня, я вас сейчас превращу в Сергея Лемаха, и вы будете десятилетиями петь Чио-чо-сан. Как же вы меня так превратите, Дмитрий? Мне в этом поможет настоящий колдун. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Город больших огней. Иду, скорее, шаг. Для Дмитрия Колдуна статуэтка «Золотой граммофон» третья в карьере. Но именно эта награда, по признанию артиста, для него особенно важна. Знаешь, минуты уже не решат, Как же нам быть, стрелки дальше сбежат. Ты убегаешь, тебя кто-то ждет, Город к себе зовет. Я понимаю, не надо держать, Ключ на столе все, что можно дать. Выстрелом громким защёлкнут замок. Тебя я теряю. Город больших огней. Иду, ускоряя шаг. Сердце стучит быстрей. Вот только с твоим не в такт. Город больших огней. Он знает на всё ответ. Но не даёт свернуть На улице прошлых лет. Вслед уходящему трудно идти, Выход не виден, но надо найти. Путь, по которому я без тебя Буду искать себя. Если ты спросишь, не скажет никто, Как наше время внезапно прошло. Как потеряли друг друга в толпе, Спешащий за счастьем. Город больших огней. Иду, ускоряя шаг. Сердце стучит быстрей. Вот только с твоим не в такт. О-о-о-о. Город больших огней. Он знает на всё ответ, Но не даёт свернуть На улице прошлых лет. О-о-о-о. Город больших огней. Иду, ускоряя шаг. Сердце стучит быстрей. Вот только не в такт. Город больших огней. Он знает на всё ответ, Но не даёт свернуть На улице прошлых лет. Того, кто сейчас выйдет колдуна награждать, Давно пора расколдовать. Ну что же. Опять в человека. Давай я попрошу, ребята, выпускайте. Сергей Зверев. Сергей Зверев. Стильно, скромно. Добрый вечер, дорогие друзья. В ряду диснеевских принцесс прибыло. Покупайте в магазинах принцесса Серёжа. Ну, я сейчас могу начать, да, с поздравления? Внутренний голос Димы Колдуна. Господи, когда это всё закончится? Дим, придётся потерпеть сейчас. Серёж, ну давайте, начинайте. Да. Какая у нас богатая страна. Спасибо. Спасибо. Всё, друзья. И золото. И бриллианты. Но есть всё. Похоже, Сергей напал на жилу всё-таки. Нефть. И на этом всё есть. Лес, пушнина, газ. Всё есть. Но самое главное, что в нашей стране есть? Ты. Самое главное, в нашей стране есть замечательные, талантливые люди. Друзья, детские стихи в исполнении Сергея Зверева. Покупайте аудиокнигу для людей, которые хотят заснуть за 4 секунды. Получить премию... Вы не получаете, вы вручаете, Сергей. На золотом граммофоне это вообще нереально сложно. Во-первых, надо писать хит. Серёж, аккуратно, не размахивайте головой, может уйти позвонок. Нет. Во-вторых, а куда ты знаешь? А правда тяжёлая, я еле стою. Серёж, это первый раз... А вы отдайте пока колдуну. Это первый раз, когда голова стала тяжелее, чем шея. Вы мне мешаете думать оба. Подождите. Это был разговор Сергея Зверева с собственными полушариями. Так вот, победить нереально. Хитов много, талантливых артистов много, все друг друга на пятки нажимают. Но... Да где это вам на пятки нажимано, Серёжа? Ну что вы... Вы даёте секреты попадания на золотой граммофон. Дима, на моей каблуке не нажмёшь. Я сам, кого хочешь, нажму. А вот нажму. Но артистам-то сейчас очень сложно. Время-то какое. Понимаете? Хит написать, клип снять. Клип снять не просто снять, а чтобы его утвердили на русском радио. Потому что там же нереально. Вообще очень тяжело клип показать по русскому радио. Это действительно, Серёж. Я к тому, что, Дима, тебе здоровья, счастья. Поздравляю тебя и твою команду. Потому что понятно, что это команда. И ты, естественно, заслужили. Держи. Спасибо русскому радио за то, что даёте возможность моим песням быть услышанными миллионами слушателей во всём мире. Спасибо. Серёжа, а можно корону померить, а? Серёжа, а вам надо быть в часовой гмунзалей. Вот куда вам надо. Дайте я встану между вами. Это смерть среди айсбергов. Итак, друзья, смотрите новую серию «Игры престолов». Коронация физрука. Спасибо. Сергей Зверев. Иван, скажите, пожалуйста, как вы думаете, мы могли бы с вами попасть в продюсерский центр Игоря Матвиенко. Вы имеете в виду, получился бы у нас с вами, как сказать, музыкальный дуэт? Ну а что, у нас всё для этого есть. Например? Голос, красота, сексуальность, пластика. От вас мы тоже что-нибудь возьмём. Не сбывшиеся надежды, волосы. Да, ну хорошо, давайте так, на корпоративах, в саунах мы какое-то время повыступаем, но дальше-то нужно крутое название. Предложения какие у вас по крутому названию? Можно пойти путём А, Б, назвать наш дуэт по первым буквам имён. Например? Дима И. Дима И. Дима И. Красиво, да. А можно назвать Смэш. Смотрите, название хорошее, никто не пользуется. Смэш. Бренд раскрученный. Да, красиво. Или как следующая группа, назвать группу в честь места, где мы с вами в первый раз встретились. Дима, я думал, что название «Поликлиника» не очень хорошее для творческого музыкального дуэта. Согласен. А вот нашим следующим артистам больше повезло с местом встречи. Дамы и господа, на сцене «Фабрика». Не родись красивой. В этом году в группе «Фабрика» появилась новая участница – Александра Попова. По признанию самих девушек, они очень рады, что новый состав группы полюбился слушателям. Ведь в результате у них появился очередной золотой граммофон. Заплетала реку в косы, да на утренние росы. Убегала молодая, а любви еще не знала я. Заплетала реку в косы, да на утренние росы. И не знаю, как случилось, только вскоре я влюбилась. Ночью косы расплела я. До свидания, мамочка моя. Ночью косы расплела я. Мама, птицы в небо улетала. Выбери меня. Не родись красивой, а счастливой. Не родись красивой, а любимой Не родись красивой, а счастливой Не родись красивой, а любимой Что мне делать, я не знаю Стала мама, я другая Не ругай меня, не надо Я ведь тоже скоро стану мама Мама, заплетала реку в косы Мама, да нам утренние росы Не родись красивой, а счастливой Не родись красивой, а любимой Не родись красивой, а счастливой Не родись красивой, а любимой Как говорится, не родись красивой, а то попадешь в продюсерский центр Игоря Матвиенко Фабрика, группа Фабрика, девчонки, спасибо А кто же наградит эту красоту и талант? Дорогие друзья, Александр Реван Добрый вечер, красивые люди, здравствуйте! Здравствуй, Саша, мы все, что могли, сделали для твоей карьеры Тот некрасивый Здравствуйте, Александр Я по себе знаю, каково быть красивым Это, конечно, огромный труд Это постоянная зависть вокруг тебя Постоянные какие-то разговоры за спиной В-третьих, это расходы Это огромные расходы на массаж Мезотерапия, опять же Сашенька, мы пока без этого справились Саша единственный человек, кто завидует сам себе Давайте Это так Девочки Наконец-то Спасибо Спасибо, друзья Спасибо, Кремль Спасибо, Фабрика Спасибо большое Спасибо за песню Игорь, спасибо Спасибо огромное Русскому радио за поддержку Спасибо за этот прекрасный золотой граммофон Дорогие слушатели Русского радио Благодаря вам Благодаря вам у нас в руках это золотое чудо Спасибо вам, мы поем для вас И, конечно же, спасибо нашему любимому продюсеру и композитору Игорю Матвиенко И автору слов, Джохан Полыевой За наш золотой хит Ура! Спасибо огромное Пабрика, спасибо Золотой граммофон Граммофон Дмитрий, следите ли вы за перипетиями в нашем шоу-бизнесе Вообще любите ли покопаться в грязном бельишке? Вы знаете, Вань, слежу, но год выдался скучноватым Если бы не Марат Башаров, вообще нечего было вспомнить Ни одного громкого скандала, ни одного развода Легче вспомнить, кто на ком женился Джордж Клуни женился на Аламудин Ну, там хорошо, перекрыли пол Венеции Что за свадьба вообще? Басков не пел, Кудрявцева не вела К Малахову потом на программу не приходили А Леша Чумаков с Юлией Ковальчук Вообще По-тихому расписались Никому ничего не сказали Не проставились На сэкономленные деньги сбрили И вот его подкову Подправили Леша нос Шоу-бизнес маленький Встретимся еще, честное слово Так что вот непонятно, про кого поет Александр Коган в своей песне Я даже не понимаю, про кого он поет в этой песне Давайте узнаем Ну-ка Александр Коган Кто кого бросил Александр Коган считает своим творческим наставником Хулио Иглесиаса Испанский певец заметил Александра на одном из концертов Творческая дружба переросла в сотрудничество Иглесиас пригласил Когана открывать свои концерты в рамках гастрольного тура Страшные слова Кидаем зря Но ты не права Не прав я Ждет тебя весь мир И хорошо Что же можем мы Сказать еще А знаешь, ты ни при чем Так было надо Ты вспоминай меня добром и ладно Если идет Сердцу прохлада Значит так надо А знаешь, ты ни при чем Я не тоскую Время пришло Найти любовь к другую И сердце мое Больше не спросит Кто кого бросил Все прошло И фото И фото превратит Сердце мое Больше не спросит Кто кого бросил А знаешь, ты ни при чем А знаешь, ты ни при чем Так было надо Ты вспоминай Ты вспоминай Ты вспоминай меня добром и ладно В бизнесе В бизнесе нет Значит все таки рубль Ну конечно рубль Скажите, а где этот ангар находится В котором Ну просто я вам рекомендую Пятисоттысячные Использовать А вот эти купюры Ну конечно Которые для вас специально Одним словом Унизить можно как Да Прошу вас Я хочу поздравить Сашу С его очередным Золотым граммофоном Это уже второй И то, что он такой Известный Талантливый Популярный Это знают все Даже Хулио Глейсис С которым они совместно Работают Я хочу рассказать о том Что Я Сашу уважаю За то Что он умеет Ломать стереотипы И может ломать Свою собственную судьбу Которая была Написана Другими Даже пусть Очень близкими людьми Но это был Не его сценарий Саша, если вы знаете Закончил Очень престижный Университет в Америке И вообще по профессии Он политолог Поэтому я честно говоря Не знаю Каким он стал Политологом Но то, что он стал Ярким и талантливым Артистом Это точно И наиболее сложным Удалось признание Не те, кто его любит И обожает Его поклонницы Поклонников А самых близких людей Которые хотели Для него Другую судьбу Но мне кажется Именно сегодня Саша поставил Жирную точку В конфликте Отцов и детей Он по праву Заслужил свой выбор И все мы это знаем И если Спасибо Тебе удастся Я в этом убежден Зайти на еще одну вершину И тебе нужен будет Человек Который тебя наградит И я всегда В твоем распоряжении Браво Поздравляю Спасибо огромное Саша Ну несколько слов скажите Спасибо огромное Я хочу Спасибо Миш Господи Он с ним просто На ты И Миша Ты представляешь Отдуреть Вот это да Саша Вы действительно учились За границей Да Я учился за границей Врагу не пожелаешь Спасибо всем огромное Всем слушателям Русского радио Спасибо моим родителям Я вас очень-очень люблю Спасибо Александр Коган Браво Так Следующая песня Называется Лети Лиза Новогодняя Такая актуальная песня Новогодние каникулы Дмитрий Жаль что елка не уточнила Куда лететь С таким курсом Доллары и евро Ну да Можно переписывать Каждый день песню Там лети Лиза В Египет Там гораздо дешевле Чем везде например Или лети Лиза В Саратов Там моря нет Отдохнешь плохо Но дешево Да Или например Хороший вариант Лети Лиза Домой В следующем году Когда-нибудь полетишь А пока Лети Лиза На сцену Елка Лети Лиза Елка Считает момент Создания песни Волшебным И необъяснимым Особенно дороги Для певицы Те композиции Которые отражают Ее внутренний мир И переживания Именно так Она характеризует Чувственную И лиричную песню Лети Лиза Какой бы снежный дом Я не начала катить Но с каждым божьим днем Становится больше Мне бы понедельники Взять и отменить Но только чтобы вторники Не становились дольше Все мои мечты Как маяки Что я могу сказать тебе Лети Лиза Лети Лиза Лети Ли arrogance Лети Лиза Существует Лети Лиза Лети Ли Лети Ли Лети Ли Я всегда хотела жить в любви Что я могу сказать тебе? Лети, Лиза, лети Выше двадцать третьих этажей Выше проживающих семей Плыгаю на метр высотой Город отделяющий от неба Выше двадцать третьих этажей Выше проживающих семей Плыгаю на метр высотой Город отделяющий от неба Выше двадцать третьих этажей Выше двадцать третьих этажей Выше проживающих семей Плыгаю на метр высотой Город отделяющий от неба Выше двадцать третьих этажей Выше проживающих семей Плыгаю на метр высотой Город отделяющий от неба Спасибо огромное! Спасибо вам огромное-преогромное! Я хочу вам пожелать прекрасного вечера И хочу вам пожелать улыбок по поводу И что гораздо важнее без! Спасибо! Сейчас на сцену выйдет женщина, которая знает о полетах все Она и подскажет Лизе куда лететь, куда не лететь Да, друзья, обладательница титула «Авиапассажир года-2014» Виктория Лапырева Давайте поприветствуем Добрый вечер, дамы и господа! Вы меня засмущали! Вика, расскажите, о чем и с кем ты говорила по телефону? Вот что самое интересное Дело в том, что я не говорила по телефону, но сейчас не об этом Потому что все, что я не скажу, все равно в эфир не пойдет Поэтому давайте поаплодируем Ёлке, потому что я большая ее поклонница, фанатка Я тебя поздравляю, песня чудесная «Танцевала от души» Давайте поддержим аплодисментами Спасибо вам огромное, что и такие песни, очень личные, очень переживательные Находят в ваших сердцах отклик Спасибо моей семье, спасибо моей команде, спасибо вам огромное Прекрасного вечера! Ёлка! Ёлка! И Виктория Лапырева Спасибо! Ёлка, ты просто вау! Вика, ты просто вау! Золотой граммофон Граммофон Вот интересно, как попадают, у многих я думаю такой вопрос, возникает Как попадают артисты на церемонию вручения применения? Я вам скажу, что попасть на эту сцену, дорогие друзья, у артиста должна быть не только хорошая песня Еще он должен пройти обряд посвящения в золотые граммофоны Вот, ну тут очень важный момент, мы не можем рассказать, как происходит сама процедура Вся церемония Да, я могу сказать только, она идет на протяжении пяти часов, там несколько вещей, там целование портрета Иосиф Кобзона, сжигание пряди волос Виктора Дробыша Есть текст, дорогие друзья, который новый артист читает, присягая на верность золотому граммофону, можете повторять за нами А давайте попробуем, как вы говорите клятвы, так, клянусь, что у меня никогда не будет больше золотых граммофонов, чем у Филиппа Киркорова Клянусь никогда не отнимать цветы у Коленьки Баскова Клянусь всегда пропускать стариков вперед и выступать после группы Иванушки Интернешнл А теперь встречайте дебютант на сцене Ян Марти, она красива Жизнь Яна Марти с детства была связана с музыкой Его отец – аккордеонист, мама – профессиональная вокалистка Сейчас Ян виртуозно играет на фортепиано, аккордеоне, бас-гитаре и ударных инструментах Далеко, ненадолго, а она холодна, как иголка Не в стогу, а в душе, в неглиже, прямо в сердце достала уже Так красиво, так жестоко, как бывает лишь только оружие Убивает, а ты, как знаток, говоришь – хорошие Она красива, как снежинка, но не надо К ней подходить на расстояние снегопада Она красива, как звезда, только не надо К ней подходить на расстояние звездопада Проще было прямо сказать она Словно сделан ты из сахара В общем, как лоха развила тебя Она очень плоха Но как хочется верить в такой королель Сможешь ты возбудить еще кроме Чувство легкой наживы Еще чувство легкой любви Она красива, как снежинка, но не надо К ней подходить на расстояние снегопада Она красива, как звезда, только не надо К ней подходить на расстояние звездопада Эй, это что за чертово время? Ангелом выглядит демон Время хороших актрис в роли убить Красота спасет мир, но Лев Толстой Говорил, наверное, не о той красоте, что у нее У нее она плывет Она красива, как снежинка, но не надо К ней подходить на расстояние снегопада Она красива, как звезда, только не надо К ней подходить на расстояние звездопада Она красива, как снежинка Она красива, как звезда Она красива, как снежинка Она красива, как звезда Ян, вы знаете, так проникновенно вы пели Захотелось увидеть девушку, которой вы пели своими глазами И такая девушка есть, ей всего 15 лет Она уже чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова Добрый вечер, Фремль Но для начала я бы хотела задать вопрос ведущим Иван, Дмитрий Мой последний рекорд 145 килограммов, жим штанги лежа Представляете, Ваня, она жмет от груди такого кабана, как вы практически Дмитрий, спасибо огромное Какой рекорд у меня? Вы знаете, я в качалке не был с детства А вот Дмитрий только что оттуда Я только что оттуда 12 килограмм на два раза Я с такого веса начинала в 10 лет Ну ладно, я безумно счастлива находиться на церемонии награждения Золотой граммофон Я с радостью вручу награду Яну Вы знаете, так и хочется вас попросить поднять Яна вместе с наградой на руки Ведь он, очевидно, меньше, чем 140 Спасибо Ян, я желаю вам творческих успехов И новых хитов, которые обязательно всем полюбятся Спасибо Представляете, Вань, если она сейчас жмет 145 Что будет в 20 Что будет, когда она школу будет заканчивать 600 А мне вот интересно, обижает ли Марьяна в школе? Ну что ж, дорогие друзья, в жизни любого серьезного певца наступает период Когда он из артиста эстрады переходит, что ли, в статус метро Типичный пример такого человека Мы сейчас будем награждать специальным призом Специальный приз за вклад в историю российской эстрады Пускай люди угадают Нет, Дмитрий, не будем мы угадывать Просто объявите громко На сцене Все, я свою часть А я не буду А вы не будете Угадайте, кто Творческий путь народного артиста России Александра Буйнова длится более 40 лет Певец стал одним из основателей коллектива «Веселые ребята» Выпустил два десятка сольных альбомов Жизнь свою разорву на дверь Днем одна, а другая ночью Сладкую ночную заберу себе Уживую дневную подарю всем прочим Жизнь свою разорву на дверь Днем одна, а другая ночью Сладкую ночную заберу себе Уживую дневную подарю всем прочим Время летит неумолимо Но у людей такой молитвы нет Чтобы хоть на мгновенье Остановить течение кратких лет И мы спешим, друзей теряем Но все равно не успеваем жить Листья своим примером Листья своим примером Нас бы могли, наверное, научить Падают, 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 падают визья Ну и пусть зато прозрачней свет Падают, 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 падают визья Ну и пусть зато прозрачней свет Падают, 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 падают визья Тех, кого сегодня рядом нет Напрягают супермены, проститутки Жазны наполовые активисты И попсовые артисты И вонючие носки Нас доводят до тоски Напрягают Напрягают капитал Люди гибнут за металл Я не пил и не курил Что я, естественно, говорил Или я с ума сошел Или я ответ нашел Ведь я бамбук Пустой бамбук Я московский пустой бамбук Ведь я бамбук Пустой бамбук Я московский пустой бамбук Я московский пустой бамбук Горький мёд на губах Этот вкус мне знаком Никому не отдам Всё, что в сердце моём Горький мёд на губах Этот вкус мне знаком Никому не отдам Всё, что в сердце моём Никому не отдам Всё, что в сердце моём Специальный приз за вклад в историю российской эстрады вручает руководитель аппарата Государственной думы Российской Федерации поэтесса Джохан Полыева Ага, каково, а? Да И Вячеслав Витисов Я честно скажу, счастливо сегодня вручить эту награду Александру Николаевичу Для меня он дорогой, любимый Саша, старый друг Он действительно заслужил народную любовь Он настоящий народный артист Саша, я знаю, что у тебя колоссальные планы на жизнь Я знаю, что у тебя потенциал твой только раскрывается Поэтому хочу пожелать тебе дальнейших творческих успехов Я буду краток Всего два слова Я честно скажу, что это не импровизация Я просто подумал за кулисами, что ещё придумать Кремль Россия Москва Короче, золотой граммофон Это классное импортозамещение Грэмми Золотой граммофон Граммофон Какими нас запомнят, Иван? Что оставят после себя наши звёзды? Рыболовную сеть от костюма Валерия Леонтьева Почему только сеть? Валерий оставит нам, например, множество фотографий Иосифа Пригожина Прекрасно Стас Костюшкин оставит после себя пустые банки из-под протеина Да, от Филиппа Киркорова останется сеть магазинов красивой, дорогой, практически не ношенной одежды Сергей Трофимов запомнится тем, что пел песни душевные про ветер в голове, про коньячок Да Про я скучаю по тебе, а потом бац, запел про интернет А в наше время всё, даже застольная песня становится диджитал Итак, друзья, Сергей Диджитал, Трофимов с песней интернет, пожалуйста Сегодня Сергей Трофимов получает свой пятый золотой граммофон Трофим известен не только как популярный исполнитель, но и как создатель многочисленных хитов Кофе, метро, работа, по выходным кино Вот бы ещё кого-то, кто бы был рядом, но В веки высоких технологий, спутниковых антенн Стало сложнее многим счастье найти взамен Она для всех пропадёт до рассвета Пройдя во тьме социальных сетей А он уснёт в одиночестве детка И никогда не узнает о ней А он уснёт в одиночестве детка И никогда не узнает о ней Время формата Эппл Мчится быстрее судьбы Те, кто в начале слепы Те, кто в конце забыт Взять бы на миг да оглядеться Чтобы понять куда Но доверяться сердцу Полная ерунда Она для всех пропадёт до рассвета Пройдя во тьме социальных сетей А он уснёт в одиночестве детка И никогда не узнает о ней А он уснёт в одиночестве детка И никогда не узнает о ней Кто-то не жадный в целом Видно, давно решил Всё, что имеет цену Стоит твоей души Каждый свободен ставить метку Чем ему дорожить Но птицам в живущем клетке Крылья мешают сшить Она для всех пропадёт до рассвета Пройдя во тьме социальных сетей А он уснёт в одиночестве детка И никогда не узнает о ней Она для всех пропадёт до рассвета Пройдя во тьме социальных сетей А он уснёт в одиночестве детка И никогда не узнает о ней Ты никогда не узнает о ней И никогда Спасибо! Золотой граммофон Сергею Трофимову Вручают частные гости интернета Самые известные и цитируемые С средствами массовой информации Пранкер России, Украины и Белоруссии Прости господи, Вован И телеведущая Алла Михеева Золотой, Золотой Аллочка, здравствуйте, добрый вечер Какая встреча? Здравствуйте, Иван Андреевич Здравствуйте, Дмитрий Нагиевич Ты моя хорошая Ну что, можно я пойду к вам целоваться? Нет, стоп, 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 стоп Алла, мы не на работе Давайте астангенские привычки оставьте при себе Вручайте приз, пожалуйста А что вы только мне приказываете? Здесь ещё Владимир стоит Он тролль Я буду вручать премию Беру эту инициативу на себя Я не в платье КПРФ Это новогодний мешок Деда Мороза Я предлагаю достать вам приз Спасибо Совсем снизу? Не-не-не, он вот тут Но я же сюда прятала Лишили всякой интриги Утрофима богатая фантазия Спасибо большое Просто вас очень искренне поздравляем с этой наградой Спасибо большое Это очень большая честь Но это нужно осознавать И уходить с этим осознаванием Я осознаю вовсю Хочется поблагодарить ещё Слушателей русского радио Без которых вообще бы ничего этого не было Спасибо вам огромное Что вы есть, что вы откликаетесь Что вы звоните, пишете И не остаётесь равнодушными к нашей судьбе Судьбе артиста Друзья, давайте поаплодируем Сергея Трофимова Вован Алла Михеева Спасибо, друзья Спасибо 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 Аллочка, а что вы не уходите? Алла, детка, ты чего стоишь-то? Да эти девушки гробов Вы знаете, если честно, мне кажется, что ваш ручеёк начал подсыхать И ему нужна свежая струя Ванечка, ваш ручеёк... Я струя, и я к вам потекла Господи, а Аккуратно, не вступите в нагиевское русло здесь Обойдите Спасибо Тут немножко подмывает даже сцену Прошу вас А я встану между вами И у нас получится такой первоканальный бутерброд Я так понимаю, что мы в этом бутерброде с Ваней булки Причём не очень свежие Вы знаете, вы булки А вы кто, да? Вы кто, Алла? А я праздничная сельдь Красная Я хочу поздравить всех россиян с наступающим Новым Годом! Это прекрасно, Аллочка Ну давайте, что будет, друзья? Объявим выступление артиста В общем, слушайте, я придумала Если вы... Спасибо, Потап и Настя Всё пучком! Обаятельный дуэт Потапа и Настя Продолжает радовать слушателей Позитивными, ироничными и заводными песнями Меня зовут Настя А я Потап, Лёха! Ну хватит уже, ахать и охать Харе говори, что в жизни всё плохо Можешь себя ухайдухать! Всё пучком, moderucha! Всё пучком, а у нас всё пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдём очком Всё пучком, а у нас всё пучком Красивая малышка Прикорем, чувачком! Ещё раз все вместе! Всё пучком, а у нас всё пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдём пачком, всё пучком А у нас всё пучком Если нас не подвезут, мы дойдём пешком Если перед нами вдруг Закрыли двери Мы никого не слушаем И никому не верим, никому Мы кричим диджею, эй! Рывони звучком И пошло движение, опа! И у нас всё пучком А у нас всё пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдём пачком Всё пучком А у нас всё пучком Если нас не подвезут, мы дойдём пешком Эх, с нашими-то песнями Пора на пенсии Пора, пара, пара Ну разве у кого-то, а-а? Получится так весело Прикинь за милашка и И просто очко Да, ребята, жить тяжко Но будет, будет, будет Всё пучком А у нас всё пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдём парочку Всё пучком А у нас всё пучком Красивая малышка Прикольным чувачком Еще раз все вместе Все пучком, а у нас все пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдем пачком Все пучком, а у нас все пучком Если нас не подвезут, мы дойдем пешком То в Мексике, то в Мерсике А я на велике, чао, персики Чао, у знакомого новый порш А я доедаю старый порш Джаба тушит, душит джаба А не надо, завидовать не надо Потому что не в этом счастье А там правда, правда, нас пучком А у нас все пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдем пачком Все пучком, а у нас все пучком Если нас не подвезут, мы дойдем пешком Как дела? Да все пучком Я встречаюсь с новым чувачком Есть заначка за бачком Все порожен со значком На рыбалочку мангон Там картошечка с лучком Жизнь сверчусь кувырком Я кручусь, сверчусь волчком Слава Богу, все живы и здоровы Значит, все пучком Давайте поприветствуем фэшн-кондитера Рената Акзамова Добрый вечер всем Мне очень приятно стоять сегодня на этой сцене И вручать таким ярким, талантливым музыкантам эту премию Я не буду много говорить Я думаю, все присоединятся к моим поздравлениям И это еще не все, дорогие друзья Для золотого граммофона Ренат подготовил небольшой сюрприз Почти четырехметровый торт Потрясающе, на самом деле Спасибо огромное Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, Ренату Это замечательное произведение искусства Которое, конечно, достанется всем Всем Тем, кто придет на ВИП-вечеринку после праздника Ренат не уходит Ребята, скажите, пожалуйста, несколько добрых слов Добрый вечер, шановные друзья Здравствуйте, дорогие друзья Вот эта штучка, может быть, в руках других музыкантов Что-то значит меньше Но для нас это настоящая и очень ценная награда Которую мы действительно очень хотели получить Спасибо Золотой граммофон у нас есть Спасибо большое Это действительно колоссальный труд Мы очень много вложили в эту песню И очень рады, что нас слушают Очень благодарны тем людям, которые за нас голосовали Спасибо вам огромное Мы приблизились сейчас к экватору нашей церемонии Да, друзья, какие ассоциации, Дмитрий, у вас вызывает слово? Экватор Экватор Ой, что-то дикое, яркое, гигантское, пестрое, горячее Вы очень точно описали Филиппа Киркорова Сейчас именно он появится на этой сцене с песней «Радость моя» Филипп Киркоров Ни одна церемония «Золотой граммофон» не обходится без короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Каждый год выступление Филиппа – это грандиозное шоу А каждая его песня – стопроцентный хит Если бы мог хотя бы на миг я прошлое вернуть Снова в глаза твои взглянуть Если бы мог тебя позвать в свой опустевший дом Но мое счастье, прежнее счастье, вновь поселилось в нем Радость твоя, ты права По пусту трачу я слова Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Если бы ты смогла попробовать меня понять Таким, как есть, меня принять Если бы я свои ошибки мог перечеркнуть Может, не поздно под небом звезды вместе продолжить путь Радость твоя, ты права По пусту трачу я слова Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Радость твоя, ты права По пусту трачу я слова Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Радость моя, ты права По пусту трачу я слова Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Просто я не понимаю, как мне жить в мире, где нет тебя Радость моя Радость моя Радость моя Радость моя Радость моя Радость моя Наша радость, свет Филипп Киркоров Филипп Киркоров Это вам, Дмитрий Это вам, женщина шла дарить Киркорову Передумала и дарит Дмитрию Нагиеву Ты моя хорошая, какой у тебя вкус хороший Спасибо, да Позволь я подарю Филиппу, а? Филипп Это вот все, что могут сделать ведущие Вот этот скромный букет Желтый, к разлуке Спасибо, Филипп Спасибо, Дима Мне даже страшно представить, что я с Филиппом разлучусь Филипп, спасибо огромное вам И спасибо огромное вашему водителю, который играл на гитаре всю песню И для вручения граммофона Королю российской Не слишком скромно я сказал, а? Королю, а? Это очень хорошо Королю российской эстрады На сцену приглашаются два маэстро Два, я бы сказал, князя Игоря нашей эстрады Авторы песни Игорь крутой, Игорь Николаев Прошу Мы с моим другом и соавтором Игорем Крутым Поздравляем нашего лучезарного прекрасного друга Филиппа С нашей общей радостью с этой песней Мы весь год ждали вот этого момента Когда все-таки Филипп получит свой заслуженный золотой граммофон И все-таки, как автор текста, надеюсь, что я не попусту потратил слова для этой песни Огромная радость написать песню «Радость моя» для такого мега-исполнителя, как Филипп Киркоров Ну, а сейчас хочу предложить, чтобы он стал между двумя Игорями и загадал, чтобы мы еще одну песню ему сочинили И чтобы она обязательно попала на эту долгожданную и всеми любимую премию «Золотой граммофон» Я очень рад, что на этой девятнадцатой премии я получаю свой девятнадцатый золотой граммофон И но в этом году все-таки она уйдет к другому человеку Как? Вот так Вы, подождите, вы кому-то передаете золотой граммофон? Да Стоп! Остановите все Вот она, интрига Чтобы Филипп Киркоров отказывается от граммофона и передает другому человеку? Я от него не отказываюсь, я его уже получил и даже я его держу в руках Кому? Этот год, очень красивый год для одного человека, который сейчас стоит на сцене Мы его все поздравляли с его огромным юбилеем Поэтому это мой девятнадцатый граммофон, но наш первый Игорь граммофон Дай Бог не последний, поэтому я хочу от всей души, от всего сердца отдать его тебе Потому что ты действительно радость этой страны И я очень горжусь, что ты мой друг Поздравляю тебя и еще раз с твоим шестидесятилетием Браво! Браво! Спасибо, спасибо большое Неожиданно Обратите внимание, цветами не поделился Добрый вечер, дамы и господа Еще раз добрый вечер И мы продолжаем национальную музыкальную премию Золотой граммофон Я тут подумал, была же традиция, которая переходила из премии в премию Какая, какая? Это традиция, когда первое отделение закрывал Филипп Киркоров Так Дальше был антракт Так Потом выходил Николай Басков Так И было такое противостояние, на котором держались еще многие вещи И что же сейчас происходит? Получается, этого нет? Слушайте, а может быть... Николай отступил? Может быть, я думаю, они втихаря о чем-то договорились в такой, так сказать, пацанская вот встреча, а? Вы думаете, это так называемое Басковско-Киркоровское перемирие? Встреча в Филях? Этого просто не может быть Дело в том, что это перемирие, если бы оно и было, оно было бы воспето в песнях Не об этом ли поет Виагра? Не понять, друзья мои, надо слушать Аплодисменты! Виагра! Песня «Перемирие» стала первым синглом группы Виагра в новом составе Участницы которой уже успели завоевать сердца публики Две неравных половины спорят во мне Выбирай себе, любимый, тьму или свет Еще пять секунд, молчая, имени нет В этой вселенной Выбирай себе, любимый, тьму или свет А они ведь неделимы Выбора нет Это больше не молчание Это ответ И он неизменный А мы за вас спорим Дом простого и нового Влюбись на полусловие А я хочу перемирия А я прошу перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри Повери, где половины души А я хочу перемирия А я прошу перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри Повери, где половины души А я хочу перемирия А давай с тобой и снимем этот запрет Виноватых и безвинных среди нас нет Хочешь, я тебе открою главный секрет Или не хочет Две неравных половины спорят во мне Выбирай себе любимую Любимую чму или свет Это вовсе не молчание Это ответ Без многоточий А мы снова спорим Дом простого и нового Выбирайся на полусловие А я хочу перемирия А я прошу перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри Повери, где половины души А я хочу перемирия А я прошу перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри Повери, где половины души А я прошу перемирия А я прошу перемирия А я прошу перемирия А я прошу перемирия А я хочу перемирия А я прошу перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри Повери, где половины души А я хочу перемирия А я прошу перемирия А я прошу перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри Повери, где половины души А я прошу перемирия Я прошу перемирия Виагра Дмитрий Да, Иван Позвольте я приглашу на эту сцену Заместитель начальника поисково-спасательной службы Спасателя международного класса Олег Борисович Гани Давайте мы поаплодируем Настоящему мужчине и спасателю Чьи дела не на словах, а в поступках Спасибо вам огромное Спасибо вам, девушка Спасибо Дмитрий, кто больше из солисток группы Виагра? Вам Ой, смотрите Господи Заблудились, Аллочка Зачем вы здесь? Если честно, мне вдруг показалось Что зал меня полюбил И я стала артисткой Нет, Аллочка, это вам показалось Показалось Скажите, пожалуйста, Алла Почему он не сидит за кулисами? Будьте любезны Во-первых Там ходит Буйнов И мне кажется Что он считает Что я его приз За его музыкальные заслуги Да Но я его боюсь Правда Да, это очевидно А во-вторых Сейчас на сцену Выйдет кумир Всех женщин Спасибо, Аллочка Я уже здесь Дмитрий Нагич Не хотелось бы вас обидеть Стоп, как это? Это вам Нет, это и не вам Вы просто шеф Вы, Дмитрий Нагич Ведомый в компании Моего шефа Она больная? Почему она меня Нагич называет? Потому что она думает Что у вас такое отчество Дмитрий Да? Она думает Что вашего отца Звали Наги и Нагиев Кстати, я не задумывалась Да Кстати, это тоже нельзя исключать Мне не свойственно это делать Чего это? Задумываться А Зал выдохнул Да В общем, я хоть и не разведенка Так И пока даже не сведенка Так Но этот мужчина мне очень нравится Аллочка, будьте любезны Объявляйте имя человека Который сейчас выйдет на сцену Давайте все вместе Стас Михайлов Лиричные и душевные баллады Стаса Михайлова Из года в год покоряют Тысячи женских сердец По мнению музыкальных критиков Популярность певца связана С его удивительной способностью Обратиться к зрителю Проникнуть к нему в душу Убежать далеко Чтобы быть с тобой счастливым Нам любить нелегко Под прицелом объектива В нашу жизнь На показ Силой воли я разрушу Чтобы в нам В сотый раз Демоны не лезли в душу С тобой я на край земли С тобой под зонтом у Бога Туда ветер застелил Убежать далеко Прочь от зависти Прочь от зависти из глаза Лишь туда, где рекой Льются искренние фразы Где друзей и любовь Не меняют на купюры Где нет зла и врагов И двуличной авантюры С тобой я на край земли С тобой под зонтом у Бога Туда ветер застрелил Лепестками рос дорогу С тобой я на край земли С тобой под зонтом у Бога Туда ветер застрелил Лепестками рос дорогу Лепестками рос дорогу С тобой я на край земли С тобой под зонтом у Бога Туда ветер застрелил Лепестками рос дорогу И так, дамы и господа Третье место вручает Повелитель объективов Владимир Широков И ведущий Вячеслав Малычаров Старый дорогой, я тебя поздравляю Я хочу тебе пожелать не быть под прицелом Объективов папарацци Быть под прицелом объективов профессионалов Может быть мы еще поработаем снова И оставаться всегда под прицелом любви своих зрителей А я хочу сказать, как артист и как все-таки и пародист тоже Могу сказать, что вы рекордсмен Больше, чем на вас пародии никто никогда не видел Именно потому, что вы невероятно яркий и настоящий артист Оставайтесь таким же Спасибо, не меняйтесь Я буду краток Спасибо огромное всем, кто принимал в жизни этой песни на протяжении года Спасибо русскому радио за объективность Вы знаете, на самом деле этот праздник каждый год становится все лучше и лучше Благодаря вот таким у нас остроумным ведущим Это комплимент вам, привет Так что вам желаю сегодня хорошего вечера, продолжения С наступающим всем Новым Годом Спасибо, господа Спасибо Как вы думаете, что нужно для того, чтобы записать хороший хит? Смотря про что? Ну, например, про жестокую любовь Самое простое, идете в какой-нибудь ресторан Находите столиком, за которым сидят женщины Интеллигентно пьют вино Подсаживайтесь рядом Просто записывайте все, что они говорят Он растоптал мое сердце Ты вырвал и стоптал мою душу Раненое сердце не восстановишь Печаль, понимаешь, накрыла пеленою мою в голову Вот такая любовь, последняя любовь Потом отдаете дробушу И все, хит готов Как вы, как все просто Мне кажется, Виктор ведь так и сделал На сцене, друзья, Ирина Аллегрова и певица Слава с песней «Первая любовь, любовь последняя» Песня «Первая любовь, любовь последняя» Стала первой совместной работой Славы и Ирины Аллегровой Слава была давней поклонницей Ирины И считает эту работу большой честью Аллегрова же призналась, что Слава И вовсе очень похожа на нее Жизнь в лицо кидалась грязью Я запутанная связью Перед Богом страх уже не сдерживал Ангел не рука, но не поддерживал Ангел не рука Зря удерживать не стала Бортость женская взыграла Отпустила и разлука в дом вошла Ты моя любовь, последняя была Ты моя любовь, ты моя любовь Хочешь пойми, сможешь прости Первая любовь, любовь последняя Нежная и пошлая А теперь лишь прошлое только От нее мне не найти спасения Как ни без пророчества Гордость и терпение Пропасть в одиночество Совпадение Кто сказал, что время лечит, но день от дня не лечит Протекает жизнь дождями горьких слез Первую любовь, первую любовь Первую любовь не приняла серьёзь Первую любовь Хочешь пойми, сможешь прости Сможешь прости Прости Первая любовь, любовь последняя Нежная и пошлая А теперь лишь прошлое Только От нее мне не найти спасения Как ни без пророчества Гордость и терпение Пропасть в одиночество Пропасть в одиночество Три Первая любовь, любовь Последняя Нежная и пошлая А теперь лишь прошлое Только От нее мне не найти спасения Как ни без пророчества, гордость и терпение, пропасть в одиночество, совпадение. Кто сказал, что время лечит? Ирина Аллегрова. Слава. Ну что же, «Золотой граммофон» Ирине Иславе вручает поэт-песенник Михаил Гуцериев. Дамы и господа, добрый вечер. Я стою между двумя красивыми. Наверное, на их фоне я смотрюсь очень некрасиво. Но тем не менее, Ирина, наверное, у вас есть дьявольский договор со временем. Дело в том, что мы примерно ровесники. Идет время, я толстею, я старею, моя голова превращается в белый лунь, я сидею, она не меняется. Это удивительно. 30 лет я наблюдаю на сцене эту женщину, и она не меняется. Я поздравляю искренне от души за талант, за красоту. Ну и, конечно, новую нашу звезду, Славу, творчество, которое я обожаю. Девочки, я вас поздравляю, будьте счастливы, здоровы. С праздником, Слава. Спасибо, спасибо. Ожидая свою статуэтку, томно дышит за кулисами наш следующий исполнитель Сергей Лазарев с песней «В самое сердце». Ведь еще вчера он был молоденьким мальчишкой, выступал со своим другом в группе «Смэш», а уже сегодня это взрослый человек со своими взрослыми проблемами. И песня у него называется «В самое сердце». А вдруг мы что-то не знаем про Сережу? Вдруг у него есть песни по печени, ломит суставы, отказывают ноги, шелушится кожа, выпадают волосы. Послушали бы этот альбом, наверное, да, Дим? А как он называется? Будущий альбом так и называется «Боль». Дамы и господа, Сергей Лазарев «В самое сердце». Композиции на русском языке в репертуаре Сергея Лазарева «Редкость». Предыдущий золотой граммофон певец завоевал 8 лет назад. Не прячь пули, стреляй смело, Пускай стрелы в мое тело. Я не ангел, и ты тоже. Я так делал, и ты сможешь молчать. Гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать, кричать. В самое сердце на пораженье. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все раздатил, карты открыты. Бей, что есть силы, и будем квиты. Бей, что есть силы, и вы все. Бей, что есть силы, и вы все. Чайных молчать, гораздо больнее молчать, Лучше голос сорвать, кричать В самое сердце на пораженье, Что же ты медлишь с этой мишенью? Я всё растратил, карты открыты, Вечные силы, и будем квиты В самое сердце! В самое сердце! В самое сердце! Молчать, гораздо больнее молчать, Лучше голос сорвать, кричать, И в Кремль все! В самое сердце! В самое сердце на пораженье, Что же ты медлишь с этой мишенью? Я всё растратил, карты открыты, Вечные силы, и будем квиты! В самое сердце! В самое сердце! Самые сердца Самые сердца Золотой граммофон Не надо молчать Сергей, ты что, вживую пел, что ли, а? Самые сердца Смотри Что же ты медлишь С этой мишенью Я все растратил Карты открыты Может быть сказать ему, что музыки нет уже Неловко получается Прекрасно Самые сердца Сережа, спасибо И Борис Сергею Лазареву Вручает программный директор русского радио Роман Александрович Емельянов Сам Сам Роман Александрович Добрый вечер, дорогие друзья Здравствуйте Хочется отметить, что новый 2015 год Это год, когда русскому радио исполнится 20 лет, дорогие друзья Я уже 20 лет почти с вами русской радио Каждый день мы обещаем вам, что все будет хорошо И, как правило, так и бывает Ну, а сегодня главный музыкальный праздник в этом году Я бы хотел с особым удовольствием вручить эту заветную для каждого музыканта награду Сергею Лазареву за эту песню Потому что Сергей мега талантливый, мега трудоспособный человек, который шел к этой награде очень долго И заслужил ее, наверное, как никто другой Спасибо Спасибо огромное Эта песня действительно попала в самое сердце слушателя Безумно приятно получить сегодня этот золотой граммофон к себе в коллекцию Спасибо огромное, русское радио Спасибо вам, друзья, за ваши аплодисменты Спасибо, Сергей Лазарев Спасибо, Сережа Иван, скажите, пожалуйста, кто больше всех вас поразил в этом году из нашего шоу-бизнеса Из нашего Евгения Васильева, конечно, поразил Почему? Смотрите, женщина круглыми сутками сидит дома, пишет песни, картины, стихи, снимает клипы Спасибо, я считаю, надо сказать российскому суду за то, что мы можем наблюдать за ее творчеством Если так пойдет дальше, Евгения, поверьте мне, я это чувствую, получит золотой граммофон Батюшки, о чем вы говорите? Она же под домашним арестом Ну так а мы ее размеры квартиры позволяют провести золотой граммофон прямо там Таким женщинам, как Евгения Васильева, посвящена песня «Бьянки» И я не отступлю Певица Бьянка с детства слушала джазовые композиции из коллекции родителей В творчестве певицы прослеживается смешение двух музыкальных культур славянской и американской Да и сама Бьянка характеризует свой стиль как русский народный R&B Я себя ругаю за тебя каждый день И температура в голове у дуры По дворам московским собираю я По осколкам блоским воспоминания Если для меня только ты и я не отступлю Если бы только ты знал, что я уже люблю Бессонница ты моя и это навсегда Дай мне руку и я счастливым сделаю тебя Собери моё сердце, спрячь на дне реки А если не сумеешь, прошу его, Сашки Вспоминаю белый туман в наших руках И молчанье смело сделала свое тело Если для меня только ты и я не отступлю Если бы только ты знал, что я уже люблю Бессонница ты моя и это навсегда Дай мне руку и я счастливым сделаю тебя Если б только ты и я не отступлю Если б только ты знал, что я уже люблю Бессонница ты моя и это навсегда Дай мне руку и я счастливым сделаю тебя Если для меня только ты и я не отступлю Если бы только ты знал, как я тебя люблю Бессонница ты моя и это навсегда Дай мне руку и я счастливым сделаю тебя Счастливым сделаю тебя Счастливым сделаю тебя Ох, сейчас на этой сцене появится прекрасная девушка Которая в свое время не отступила и победила Обладательница самых больших алиментов в стране Юлия Барановская Знаете, я когда сюда выходила, думаю Господи, только бы упасть, тогда говорить бы не пришлось Все бы посмеялись, ну и все Я бы промолчала, вручила бы и ушла Еще не поздно, Юленькая Можно грознуться Слушай, уже не упала и придется сказать Я вот с этой песней в ушах последние полгода провела Мне она очень близка Ну во-первых, как дура, но это точно про меня А во-вторых, не отступлю, конечно Я тебя поздравляю Ты большой молодец Песня отличная Спасибо Огромное спасибо, дорогие друзья Я хочу сказать огромное спасибо Росскому радио Огромное спасибо моим поклонникам, моим малятам Спасибо всем, кто мне помогает Моему коллективу Богу Это очень приятно Я поставлю его у себя дома И каждый раз, когда я буду на него глядеть Я буду улыбаться Это дорогого стоит Спасибо, мне правда очень приятно АПЛОДИСМЕНТЫ Золотой граммофом Граммофом Ну что ж, дорогие друзья А сейчас Я заразил таким, как бы даже немножко Хочется немножко потать жару до темпа Чуть-чуть проглатывая окончание говорить А сейчас на этой сцене появится человек, который утверждает, что он лучше всех живет Ну я бы на его месте в Кремле такие фразы не произносил, конечно Иван, а вы можете сказать, что вы лучше всех живете? А я, а я могу А мне что, русскому человеку надо? Ну? Что мне, русскому человеку надо? Надо, чтобы был кровь над головой Так Чтоб скотинка в хлеву стояла Чтоб жена красавица по хозяйству хлопотала А я с утра просыпаюсь, что там? А все остальное мне уже даст природа, матушка Грибы, коренья, травы, кудесница Я встану утром босыми ногами по травушке-муравушке Пробегусь по рассе И даль-даль бегу до зорьки, до зорьки А потом вернусь к рыночку молока холодненького Парного из-под коровы буреночки Заглочу, встану и скажу Здравствуй, вот и я, дочь твоя природа Понимаешь? Похоже, что травушки не проходят даром, Вань Дмитрий, а Да Скажите, а вы как живете? Так же Я почему и говорю Без травушек Мы же с вами много раз сталкивались в России В поликлинике, я помню, да В поликлинике Дело-то громкое было Ну что ж, дорогие друзья В зале есть представители налоговой Поэтому следующая песня для вас Эмин, я лучше всех живу Творчество Эмина – это соединение классических баллад с электронной музыкой Секрет его успеха, по словам певца, укладывается в формулу Относитесь к себе серьезно, а к жизни и работе с юмором И тогда все получится Добрый вечер, друзья Все о любви, ребята, все перепутали Время скажи Что же судьбой Не предрешено В чем моя суть Птицы летать Или упасть на дно Крылья в душе Зовут меня вдали Счастье свое искать Я за любовь Что ранит мне сердце Готов все отдать Я так живу И что с тобой Что вся моя жизнь Сухое вино Чем крепче я Тем лучше вкус Я ничего Уже не боюсь Я так живу Я так живу Мой грешен путь Но время вспять Не повернуть Пока любовь В моей душе Я лучше всех живу Я лучше всех живу Просто в душе Просто в душе В душе В моей душе Я так живу Я так живу И что с тобой Что вся моя жизнь Сухое вино Чем крепче я Чем крепче я Тем лучше вкус Я ничего Уже не боюсь Я так живу Мой грешен путь Но время вспять Не повернуть Пока любовь В моей душе Я лучше всех живу Я так живу И что с тобой Что вся моя жизнь Сухое вино Чем крепче я Тем лучше вкус Я ничего Уже не боюсь Я так живу Мой грешен путь Но время вспять Не повернуть Пока любовь В моей душе Я лучше всех живу Пока любовь В моей душе Я лучше всех Я лучше всех Живите лучше всех, дамы и господа Спасибо Эмин специально для этого номера взял свой лифт из дома Но, дорогие друзья, лучше всех живет Эмин или нет, мы сейчас узнаем Потому что для вручения граммофона мы приглашаем на эту сцену генерального директора издательского дома Аксель Шпрингер Раша, издателя журнала «Форбс» Регина фон Флеминг. И ее подчиненного, главного редактора журнала «Окей» Владима Верника. Встречайте. Эмин, дорогой, может быть ты живешь лучше всех, но я знаю, что ты очень творческий человек. И сейчас у тебя время сплошных праздников и фейерверков. Ты впервые победил, получил премию «Золотой граммофон». Недавно выпустил новый альбом. У тебя юбилей. И, насколько я знаю, совсем скоро столетний юбилей, даст Бог, будет у твоей бабушки и матери твоего отца. Так что, Эмин, у тебя очень хорошие гены. Спасибо большое. Удачи тебе. Спасибо, дамы и господа. Ну, конечно, огромное спасибо «Русскому радио». Действительно, и Сергею Витальевичу Кожевнику, и всей медиагруппе. Моя первая, мне 35 лет скоро, это моя первая музыкальная премия в России. Я всю жизнь занимаюсь музыкой. Поэтому это очень-очень почетно для меня. Я долго этого ждал. Я благодарю каждого слушателя, всех вас. И поскольку это первая и такая значимая, мне бы хотелось посвятить ее памяти человеку, без которого я бы на этой сцене не оказался. Это великий Муслим Магомедович Магомедович Магомедович. Спасибо. За кулисами золотого граммофона иногда можно увидеть такое, от чего петь больше не захочется никогда. От чего только не было за последний год. Давайте вспомним. Там были и перья Филиппа, и гладиаторские бои Николая Баскова. А Нюша все не почетно. Молодец. Я считаю, молодец. Не удивлюсь, если она в будущем станет известным и влиятельным человеком. Влиятельным? А ты знаешь, как это звучит? Звание народной артистки России вручается Нюше. Мелко, мелко, мелко. Министром культуры Российской Федерации назначена Нюша. Дамы и господа, Нюша. Певица Нюша – самая юная среди лауреатов золотого граммофона. Между тем, в ее коллекции уже четыре статуэтки от Русского радио. Примечательно, что певица является автором всех композиций, удостоенных этой высокой награды. Дамы и господа Только не беги, только не беги от меня, только не молчи. Ничего же так, тысячи причин, но чувства были правдой. Как же я могла так обидеть тебя? Так обидеть тебя. Нужно ли ждать после дождя неба чистого? Хочешь обнять, но чувствуешь выстрелы? Кто виноват? Я себя спросил много раз, искренне тебе, а не так. Любовь иногда молчит, а вы стыдня. Только не беги, только не беги от меня, только не молчи. Не молчи больше так, тысячи причин, но чувства были правдой. Как же я могла так обидеть тебя? Только не беги, только не беги от меня, только не молчи. Не молчи больше так, тысячи причин, но чувства были правдой. Как же я могла так обидеть тебя? Не молчи больше так, ведь чувства были правдой. Так обидеть тебя! Не молчи больше так, тысячи причин, но чувства были правдой. Как же я могла так обидеть тебя? Так обидеть тебя... АПЛОДИСМЕНТЫ Песня называется «Толька» и хочется на эту сцену пригласить, надеюсь, именно того «Тольку», про которого песня Анатолий Вассерман. И заместитель главного редактора интернет-портала «Вумен.ру» Анна Круглова. Как-то так уж получилось, к сожалению, что до сих пор мне не удавалось вручить Анне Владимировне эту награду. Но я надеюсь, что мне еще не раз это удастся. Поздравляю! Анатолий, спасибо вам, что вы оставили парашют за сценой. Но стропы видны. Вот я могу сказать, можно ли я скажу, что Анатолий Вассерман – это единственный человек, который готов был к падению рубля? Вот очевидно же по нему. Дорогие друзья, конечно, мне безумно приятно получать уже не первый раз эту замечательную награду. Я хочу сказать большое спасибо своему коллективу, который помогает мне воплощать мои мысли. Большое спасибо, дорогой зритель, любимый и дорогой зритель, который голосует. И я счастлива, что могу дарить вам эту музыку. Спасибо, Нюша. Анатолий, вы один из самых умных людей, которых мы знаем. Ну скажите, посмотрите, люди встречают Новый год, новогодние праздники. Чего нам ждать от 2015 года? Нужно ли нам покупать подобные жилеты и класть туда гречку? К тому же вы так похожи на Деда Мороза. Дочка одного моего знакомого даже сказала, Анатолий Вассерман – это прямо как Дед Мороз, только для отличников. Так вот, я уверен, что наступающий Новый год страна не только встретит на отлично, но и проведет на отлично. Понятно, что для этого понадобится приложить много сил и еще больше ума, но уж чего-чего, а ума в России всегда хватало. Так что все сделаем. Спасибо, Анатолий, большое. Успокоил. Спасибо. Отец родной. Золотой граммофон, граммофон. Хотите, я вам расскажу, Дмитрий, сказку про рубль? Нет, настоящую сказку, Дмитрий. Был у отца три сына. Сыновья росли умными, талантливыми, выросли, стали успешными, знаменитыми, но захотелось им чего-то нового. Они взяли лук стрелой и вышли в чистое поле. Выстрелил старший брат и попал стрелой прямо рядом с Верой Брежневой. Выстрелил средний брат и попал стрелой рядом с Альбиной Джанабаевой. А младший брат выстрелил и попал прямо на задний двор Прохора Шаляпина. Что-то я узнал двух братьев, а третьего не узнал. А третьего брата не было, это сказка, Дмитрий. Я вам сказал, сейчас выступает средний брат на этой сцене. Друзья, встречайте, Валерий Меладзе. Свободный полет. Песня, написанная старшим братом. Пожалуйста. Свой первый золотой граммофон Валерий Меладзе получил в 96-м году за композицию «Девушки из высшего общества». Сегодня в коллекции певца 12 статуэток от «Русского радио». Все они за хиты, созданные его братом Константином Меладзе. Мой телефон безнадежно молчал, плавно текли минуты. Я на вопросы твои отвечал, но самому себе как будто. Что ты глядишь в белоснежную даль, истина где-то ближе. Я не хочу езжать никуда, я не хочу, а ты не слышишь. Бери меня в плен свой, держи, чтобы остался. Ты первая в жизни, кому бы я задался. А ты скажи мне правду, был я или нет. И я повешу в рамку твой любой, любой ответ. А ты скажи мне правду, что нас дальше ждет. Рядом поле белое осталось, только сделать этот прыжок вперед. Свободный полет. Так и прошел этот суетный день, просто один из многих. Был в нем и свет, и вечерняя тень, так и прошел, и слава Богу. Мой телефон безнадежно молчал, плавно текли минуты. Я на вопросы твои отвечал, но самому себе как будто... Бери меня в плен свой, держи, чтобы остался. Ты первая в жизни, кому бы я задался. А ты скажи мне правду, был я или нет. И я повешу в рамку твой любой, любой ответ. А ты скажи мне правду, что нас дальше ждет. Рядом поле белое осталось, только сделать этот прыжок вперед. Рядом поле белое осталось, только сделать этот прыжок вперед. Рядом поле белое осталось, только сделать этот прыжок вперед. Евгений Плющенко и женщина, которая сделает все, чтобы Евгений побеждал. Яна Рудковская. Мы хотим поздравить Валеру, потому что Валера на самом деле настоящий романтик, который дарит нам, женщинам, прекрасные песни до мурашек, до боли в сердце. И ты знаешь, вот почти все песни твои я знаю наизусть, а это дорогого стоит. Поэтому, Валера, в караоке поем тебя постоянно. Спасибо тебе за твое творчество. Спасибо огромное. Спасибо, Женя, спасибо, Яна. Спасибо всем вам, дорогие друзья. Огромное спасибо Русскому радио. Всем слушателям Русского радио. И всем вам, друзья. Иван, скажите, пожалуйста, а вы служили? Ну, какое-то время, да, я служил. И в каких, если не секрет, войска? Ну, это средневековые войска, я служил. Я играл стражника в театре в Большом драматическом Петербурге, выходил, охранял Алису Брунну Фрэндли. Я почему-то так и думал, Вань. Тогда следующая песня не для вас. Вот там, мои господа, на сцене группа Любе с песней «За тебя». «Родина, мать». Композиции Любе неоднократно удостаивались наградой от Русского радио. Новая песня также нашла своих слушателей. Как сказал Николай Расторгуев, «Людям близка наша позиция». И слова «За тебя, Родина, мать» для них не пустой звук. Через терник звезда, Через радости слезы, Мы проложим дорогу И за все слава Богу И останутся в песнях Наши лучшие годы И останутся в сердце Этот ветер свободы. Головы вверх гордо поднять, За тебя, Родина, мать, Мы до конца будем стоять, За тебя, Родина, мать, Мы будем петь, будем гулять, За тебя, Родина, мать, И за страну трижды ура, За тебя, Родина. Мама, я люблю тебя, мама. Со мною прошла ты этот путь, Ты ведь верила, знала, Терпенье и воля все передру. Мама, как ты учила, Я верил, я бился, я шел до конца, Мама, мы победили, Я верил, я знал, что так будет всегда, Через тернии звезда, Через радости слезы, Гордо реет над нами, Наши Родины знамя. Головы вверх гордо поднять, За тебя, Родина, мать, Мы до конца будем стоять, За тебя, Родина, мать, Мы будем петь, будем гулять, За тебя, Родина, мать, И за страну трижды ура, За тебя, Родина. По полю иду, Про себя шепчу, Я тебя люблю, По морю иду, Тихо напою, Я тебя люблю, По небу летит Журавлиный крик, Родина, Я твой навеки сын, Где бы ни был я, Сердце у меня, Родина, Ты моя. Дамы и господа, Золотой граммофон Группе Любы обручает Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Я хочу прежде всего поблагодарить Русское радио и организаторов этого прекрасного мероприятия За ту честь, которая выпала мне По возможности наградить сегодня Николая Расторгуева и группу Любе с Долотым граммофоном. Вы знаете, Николай был один из первых, Кто приехал в Республику Крым, Дал концерт на площади в городе Симферополе. Мы получили очень серьезный такой заряд, Новую энергию, силу духа, Которая всегда присутствует в его песнях. Я ему за это от души благодарен. Поздравляю, Николая Расторгуева. Спасибо за эти слова, Сергей Валерьевич. С большим удовольствием хотел бы сейчас пригласить на эту сцену Генерального директора группы компании «Ника», Ведущего производителя ювелирных часов в России, Алексея Богданова. Алексей, выходите к нам. Краммофон. Краммофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы хотим вручить наши золотые часы Николаю Расторгуеву. Дело в том, что эта наша новая коллекция называется «Год великих свершений». И на этих золотых часах изображена вся наша огромная-огромная Россия. Большое спасибо, Николай, за то, что вы поете, вы делаете, вы не даете обесцениться вот этому слову, слову «патриотизм». А ведь, на мой взгляд, патриот – это тот, кто любит Родину. Я хотел сказать огромное спасибо всем зрителям, конечно же. Потому что, если вы есть, то и нам есть для кого все это делать. Пока. Увидимся. Николай Расторгуев. Иван, вы можете представить себе, что у вас отсох язык? Ну, вы себе это можете легко представить, я себе это представить не могу. Если бы у вас отсох, скажем, язык, как бы вы представили следующий дуэт? Вы имеете в виду Григория Лепса и Ани Лорак? Да. Песня «Зеркала», но показал бы на ваши очки. Это вы Лепса так представили, да? Да. То есть, если я Лепс, тогда клейте себе мушку и будете Ани Лорак. Спасибо огромное. У меня язык, слава богу, не отсох. И объявляю словами на сцене Григория Лепс, Ани Лорак и песня «Зеркала». «Зеркала». Первая совместная работа двух звезд Григория Лепса и Ани Лорак сразу покорила сердца зрителей. Подарив пятый золотой граммофон Ане и десятый Григорию. Острые углы, нервы, суета, Я уже другой, ты давно не та, Что была со мной, бережно храня нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно, Холодно вдвоем, холодно давно, Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить. Но и я смотрю в твои глаза, Пустые зеркала, Ищу в них отраженья, Знаю, что любовь давно ушла, И видны я истекла, Ищу любви спасли, я слышишь? Мирно часы разрезают ночь, Утро не придет сердцу не помочь, Каждый новый день не оставляет тень От нашей любви. Не хватает слов, не хватает нот, Рассказать тебе то, чем поет Тонкая струна, рваная душа, Ты просто поверь, что и я Смотрю в твои глаза, В пустые зеркала, Ищу в них отраженья, Знаю, что любовь давно ушла, И в мире истекла, Ищу любви спасенья, слышишь? В мире истекла, Ищу любви спасенья, слышишь? Но и я смотрю в твои глаза, В пустые зеркала, Ищу в них отраженья, Знаю, что любовь давно ушла, И в мире истекла, Ищу любви спасенья, слышишь? В мире истекла, Ищу любви спасенья, слышишь? Ищу любви спасенья, слышишь? АПЛОДИСМЕНТЫ Для вручения «Золотому граммофону» на сцену приглашается генеральный директор русской медиагруппы Сергей Кожевников. Ну, согласитесь, наверное, один из лучших дуэтов этого года. Спасибо огромное, Сергей Витальевич, нам очень приятно. Нам так с вами приятно, спасибо. Прекрасная пара. И потрясающая песня. По праву она венчает наш сегодняшний «Золотой граммофон». Поэтому с удовольствием вручаю Каролине и Григорию эту награду. И надеюсь встречать их практически ежегодно на наших церемониях. Спасибо, Сергей Витальевич. Я просто хочу пожелать всем нам мира, добра и любви. И пусть она всегда побеждает в наших сердцах. Спасибо вам огромное. Второй год у нас уникальная ситуация. Артист получает два «Золотых граммофона». Второй «Золотой граммофон» я сразу вручу и оставлю публику наедине с артистом, с великим артистом. Это Григорий Лепс. Песня «Если хочешь, уходи». Григорий, несколько слов под музыку вашим бархатным тембром. Закрывает церемонию Григорий Лепс. Мы благодарим вас за то, что в этот вечер вы были с нами. Надеемся, 19-й «Золотой граммофон» подарил вам яркие эмоции и хорошее настроение. Которых хватит до следующей церемонии. Что тебе сказать, чем тебе восстать? Я теперь не знаю, мой большой запас, неуёмный фас. Видно, высох сейчас, кто и кем я был, как и с чем я жил. Ты уж точно знаешь, но решила ты, надо так идти. Знать, уже пробил час. Если хочешь, уходи, раз уж стали, рни короче. Если мой заблудший мир стал тебе не по плечу. Я не мог, но я прощу, возвратись, когда захочешь. Шаг пока считай шаги, в руки флаг и уходи. Что тебе сказать, как теперь летать, раз не видно небо? Всё, что сделать мог, для тебя берём, оказался не Бог. Чем уйти вот так, мне остави мрак. Может, где для нас был и спрятан шанс? Я б прошёл пути, я бы смог найти, Но уже ведь не надо. Если хочешь, уходи, раз уж стали, рни короче. Если мой заблудший мир стал тебе не по плечу. Я не Бог, но я прощу, возвратись, когда захочешь. А пока считай шаги, в руки флаг и уходи. Я не Бог, но я прощу, возвратись, когда захочешь. А пока считай шаги, в руки флаг и уходи. Золотой, золотой голова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова